Всем привет! На улице лето, все цветет и пахнет. И вот у меня вопрос. Как вы думаете, чем пахнут комары? Ну а мы начинаем прямо сейчас к новостям. Всем привет! Это программа Кадр в кадре. Меня зовут Валерон. И мы сейчас расскажем вам много чего интересного, полезного, увлекательного, захватывающего. Еще что-нибудь скажите мне. Капибара. Капибара. Все. И первая наша новость про территориальное. В Приморье развивается система территориального общественного самоуправления. Цель ТОСов дать возможность жителям края участвовать в благоустройстве своих территорий. Теперь каждый что-то может благоустроить. И вот без надписи на заборе. Активные жители смогут предоставлять проекты и получать гранты на их воплощение. А для помощи приморцам в создании ТОСов создан Центр гражданских инициатив. И специалисты Центра объясняют правила, консультируют по вопросам размера грантов и помогают в составлении паспортов проектов. Появление ТОСов даст возможность даже самому отдаленному селу воплощать в жизнь свои проекты по благоустройству территорий. Сарай построить бы. Ну, оформить его как-то красиво. Там пруд, лягушек. Сарай. Рядом. Отлично. Вывод напрашивается следующий, что это на самом деле очень крутая история, потому что каждый из вас может предоставить свой проект, получить грант и сделать свой город, поселок или село намного интересней и красивее. Красивее. Следующая наша новость про легкость. Во Владивостоке планируют создать легкое метро. Об этом заявил мэр города Константин Шестаков. Такая полноценная электричка позволит избавить город от пробок в час пик. А состав может, кстати, перевозить до 900 пассажиров за один раз. Проект для легкого метро считается приоритетным. И работы над его созданием уже активно ведутся. А самое главное сейчас согласовать проект с министерством транспорта России и РЖД. Я справился. И они тоже справятся. И метро быть, как метро будь, метры, метрам, справятся. Следующая наша новость про то, что вы так любите. Про новые арт-объекты. Во Владивостоке появился необычный арт-объект. Он получил название «Дверь возможностей». И расположился на мысе Вятлина на острове Русском. На деревянной двери висит табличка «Эта дверь – инструмент при принятии решений». Арт-объект выглядит очень интересно, но стен там нет. Поэтому можно не обязательно в дверь заходить. Можно рядом, слева или справа. Можно с обратной стороны, кстати, сразу на ходах. То есть ты как бы заходишь в дверь, но с другой стороны. Хо-хо, интересно. Открывая дверь и переступая порог, люди шагают в новую жизнь. И в ней их встречает красивый вид моря. Эта достопримечательность появилась, кстати, недавно, но уже стала популярной среди жителей города и туристов. Я, пожалуй, пойду посмотрю ее тоже. Вот здесь расскажу о ней. Я попросил их спросить, куда я, но они не спросили. Дверь нормальная. Следующая наша новость про экспорт. Завод в Артеме занялся экспортом благодаря краевой поддержке. Завод комплексных металлических решений... Металлических? Металлических решений выпускает инновационные изделия в сфере строительства. А вывести продукцию на международный рынок ему помог Центр поддержки экспорта. У нас тоже в детстве были металлические решения. Знаете, такие вот эти вот буковки Е? До сих пор никто не знает, от чего они. Трансформаторов. Трансформаторов. Да. Сотрудники Центра оказали целый комплекс услуг. Также помогли с таможенным оформлением товаров. Разместили продукцию на международной электронной торговой площадке. А за счет федеральной субсидии товар попал на профессиональную выставку в Казахстане. И такая помощь дала свои плоды. Продукция завода уже начала выходить на рынок Австралии, а также Казахстана и других стран СНГ. Такая краевая поддержка помогает местному бизнесу и развивает экономику Приморского края. Молодцы, отлично, классно, четко, только вперед. И давайте еще остальные страны будут нам завидовать. Вот так. Дамы и господа, это все новости на сегодня. Ребята старались, писали, снимали, монтировали. Для вас вроде бы пролетели три минуты, да? А для нас целая вечность. В общем, это была программа «Кадр в кадре». Меня зовут Валерон. Взлетай в мои соцсети. Там много чего интересного. Мы там ходим, смотрим. В общем, мы с вами не прощаемся. Всем лето, тепла, настроения, любви. Пока-пока.